Сейчас мы находимся на третьем этаже. Этаж, который посвящен детской плитке. На самом деле, сюда мы поднялись, глаза разбегаются, очень много ярко-красочной плитки. Я думаю, что любая мама пришла в восторг от выбора здесь. Но при выборе плитки для ванной комнаты, особенно для детской ванной комнаты, мы должны обязательно руководствоваться безопасностью. В данном салоне, к примеру, мы можем наблюдать на полу глянцевую плитку. Всем известно, что в ванной комнате ребенок, выходя из души, из ванной, всегда выходит с мокрыми ногами. И подскользнуться на такой плитке ничего не стоит. Поэтому, в первую очередь, что мы обязательно учитываем, это накольное покрытие, которое имеет либо матовую поверхность, либо это натуральный камень, который не скользит, либо это тогда не плитка, либо стелется покрытие, которое крепится к плитке и не скользит, и не того, чтобы избежать самой главной ошибки, которая может стоить здоровье вашего ребенка. Пол не должен быть скользким. Это в первую очередь. Эстетическая составляющая, какие-то яркие акценты, которые необходимы для детского самузла, они у нас все перемещаются, как правило, на стены. И важно смотреть, чтобы рисунок имел законченную композицию, допустим, был размещен по центру, или какими-то фрагментами, которые логичны. И также мы ориентируемся не только на свой рост, как взрослого человека, но и на уровень глаз ребенка, потому что ему также хочется видеть все эти яркие картинки любимых героев из мультфильма на свой рост. При выборе плитки для кухни и просто для ванной комнаты, то есть для входа из-за детской темы, помимо того, что на полную плитку мы всегда выбираем не скользкую, мы также смотрим, чтобы плитка была устойчива к абразивным веществам, то есть ко всем водовой химии первое. И второе, чтобы при падении на данную плитку не происходило сколов. Опять же, есть плитка, которая покрыта глазурью, и на такую плитку она очень эффектно смотрится в ванной комнате, в бассейнах и так далее. Но при падении даже маникюрных щипчиков на такую плитку будет практически сразу скол. Этот скол ничем невозможно заделать. Имейте в виду, что не просто внешний вид будет потерян, но и никак зашлифовать впоследствии не получится. А всем известно, что плитку мы стелим на слишком длительный период, и одну плитку заменить практически невозможно. Мы сегодня постарались взять вам какие-то основные рекомендации по выбору плитки, но, как любому дизайнеру интерьера, вам точно интересно узнать все о материалах, об отделочных материалах других. И мы приглашаем вас на курс по материаловедению в рамках Школы Дизайн Экспириенс. Пожалуйста, следите за почтой, регистрируйтесь, будем вас ждать.